Здравствуйте, я Руслан Асташко в эфире независимого телевидения Севастополя Геополитика. Итоговая программа о самых главных событиях в мире, России и городе русской славы за минувшую неделю. Сегодня выпуски. Как одним пораженным панцирем С пытаются перекрыть победу России над Израилем и до чего Владимир Путин договорился с Индзоабе? Что США пытаются проделать с Венесуэлой и почему Всемирное допинговое агентство сдало назад? Как изменился размер внешнего долга России и по каким критериям будут оценивать успехи отечественных министров? Почему вновь поднят вопрос об изменении Конституции и что произойдет, если отменят льготы на электроэнергию? Как чиновники пытались обанкротить Севастопольский морской порт и с какими еще важными активами они стремятся провернуть ту же схему? Почему ЗАГС Собрание Севастополя отклонило законопроект об энергоэффективности и энергосбережении и что грозит тем, кто изобразит Крым вне состава России? Вам интересны эти темы? Тогда смотрите и слушайте внимательно. В эфире Геополитика. Днем 20 января и в ночь на 21 число ВВС Израиля совершили два массированных авиаудара по объектам Сирии. Первый окончился пшиком, только ракеты зря истратили, и тогда было решено срочно наносить под покровом темноты второй. Видимо, чтобы показать, что хваленая израильская авиация вовсе-то не села в лужу. Второй налет был проделан комбинированным хитрым способом. Вот как прокомментировал разницу между первым и вторым ударами военный эксперт Владислав Шурыгин. В ходе дневного налета 20 января в районе аэропорта Дамаска сирийские ПВО сбили от 7 до 10 ракет, выпущенных израильскими бомбардировщиками из воздушного пространства Ливана. Ни один из объектов, выбранных для атаки, поражен не был. В ночь на 21 января налет был повторен еще более мощными силами. На этот раз в нем задействовали не только кроватые ракеты, но и барражирующие боеприпасы Sky Striker производства компании Elbit Systems, так называемые дроны-камикадзе. И вот одному из таких малозаметных беспилотников удалось поразить зенитно-ракетно-пушечный комплекс российского производства «Панцирь-С». Точно такой же, какой Сирия потеряла в прошлом году. Тоже в результате израильского удара. Тогда «Панцирь-С» смогли поразить лишь потому, что он расстрелял весь боекомплект и находился на перезарядке. То есть удалось это израильтянам лишь за счет преимущества в огневой мощи. Будь у перезаряжаемого ЗРПК прикрытие со стороны других средств ПВО, ничего бы у ВВС Израиля не вышло. Что произошло в нынешнем году, не до конца ясно. Сирийская сторона потери не комментирует, а видео, с помощью которого пиарятся израильтяне, не вызывает доверия. Оно могло быть снято еще в прошлом году, а могло вообще быть смонтировано, чтобы скрыть факт неудачи очередной атаки на Сирию. Как бы там ни было, у нас есть и не подлежащие сомнения факты. Их назвал тот же Владислав Шурыгин. За прошлый год ПВО Сирии перехватили больше 250 кроватых ракет и дронов, запущенных Израилем, потеряв при этом один единственный ЗРК «Панцирь-С». Результат ранее казавшийся невероятным. Еще пару лет назад израильские бомбардировщики глубоко проникали в воздушное пространство Сирии и наносили удары по выбранным целям, почти как на полигоне. Теперь эти времена канули в лету. Удары наносятся исключительно крылатыми ракетами без заходов самолета в небо Сирии, а их эффективность упала ниже 25%. Большая часть пораженных объектов уже через пару дней продолжает функционировать. То есть Израиль проиграл сражение за небо Сирии, потому что когда одна сторона использовала четверть тысячи крылатых ракет и дронов и смогла поразить одно единственное средство ПВО противника, то это провал. И чтобы завуалировать этот провал, все средства хороши. Тут не только про второй взорванный Панцирь-С закричишь, тут и ролик смонтируешь, и публикации в СМИ да в блогах закажешь о том, как велики и могучи силы обороны Израиля, и как они дали жару путинскому ЗРК. Трепещи, Москва. Биби Нетаньяху тебе еще не то покажет. Покажет, да. Мы с интересом будем наблюдать за этими показами, когда в строй встанут полученные Дамаском от Москвы системы С-300. Да, я забыл сказать, они еще не в строю. Сирию до сих пор защищают устаревшие советские системы ПВО и небольшое число новинок, вроде Панциря-С. Недостаточное в условиях тотального превосходства Израиля. Но даже имея это превосходство, Израиль не может добиться поставленных целей. Израиль, любимая жена США, та самая, благодаря подлой выходке которой был сбит российский самолет-разведчик и погибли наши офицеры. Тогда в соцсетях раздавались крики, что Путин и Шойгу должны бомбить Тель-Авив. Но ведь это не единственный способ сделать Израилю больно. Удар по карману для прижимистого Нетаньяку это очень больно. Сколько бы денег и оружия не давали американцы на оборону Израиля, если тратить по 250 ракет и дронов на поражение одного Панциря-С, то так никаких властей не напасешься. И это, повторюсь, до того, как С-300 встали на боевое дежурство. Обучение сирийского персонала для этих систем ПВО уже подходит к концу, и когда они встанут в строй, то ВВС Израиля будет иметь еще более бледный вид. Что это, как не поражение Тель-Авива? Да, они не понесли немедленной ответственности за гибель российских офицеров и самолета. Но они понесли стратегическое поражение, оттолкнув страну, руководитель которой Иосиф Сталин, между прочим, вообще-то создал само государство Израиль. Теперь в Москве нет дела до проблем Тель-Авива. Только бить израильтян за их подлое поведение по отношению к нашим военным будет Сирия. Так сказать, по доверенности. А мы будем делать участливые лица и сетовать, что у Израиля такие плохие отношения со все лучше вооруженными соседями. Ой-вэй. Кстати, пока Тель-Авив портил отношения с Москвой, Анкара их последовательно улучшала. В итоге с Нетаньяху Путин разговаривать не хочет, а вот с Эрдоганом наш президент встретился на завершающейся неделе, чтобы обсудить ситуацию в Идлиме. Там неумеренные террористы продолжают истреблять умеренных. В целом это никак не противоречит цели Башара Асада избавиться от всех сортов террористов, но отодвигает выполнение договоренностей по урегулированию в последней провинции, оставшейся под контролем боевиков джихадистов. В общем, дело движется к победе законного правительства Сирии, а значит, к усилению позиций Ирана, чего изо всех сил пытался не допустить Израиль. Подвела Тель-Авив собственная хитрозделанность. То же самое насчет хитрозделанности можно сказать и о Токио. Помимо турецкого коллеги Эрдогана, Владимир Путин принимал в Москве японского премьер-министра Синза Аба. Неудачный в плане достижения реальных результатов визит породил массу насмешек со стороны наших сограждан. В соцсетях всячески подчеркивали, что наших островов японцам не видать. Не удержался и я, написав специально для геополитики короткое стихотворение. Аба летел, курил и хотел. Путин танто подал. Танто, если кто не знает, это короткий меч, который самурай зачастую использовали для совершения ритуального самоубийства, Сэппуку. Оно больше известно под названием Харакири, и именно его в пору совершать Синза Аба, поскольку вся Россия насмехается над оккупированной американцами Японией, которая не самостоятельна в своей внешней политике. Больше о курильской теме расскажет мой коллега Роман Романов. 22 января в 15 часов по московскому времени в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синзо Абе. Вокруг этой двухсторонней встречи ходило множество слухов, и одним из самых ярких было утверждение того, что именно на этой встрече две стороны объявят о подписании мирного договора и будет принято историческое решение по Южным Курильским островам. Но что случилось на самом деле? Каковы настоящие итоги этих переговоров? Важно отметить, что встреча Путина и Абе является уже 25-й для этих политиков, и кроме двух лидеров государств на ней также присутствовали министры и советники. Так, со стороны России были представлены глава МИД Сергей Лавров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и помощник президента Юрий Ушаков. Конкретных договоренностей 22 января достигнуто было немного, но все-таки они были. Во-первых, лидеры государств договорились, что летом этого года будет организован чартерный рейс из Японии для бывших жителей Курил. Раньше такие ностальгические перелеты также проводились, но последние несколько лет об инициативе забыли. Была также достигнута договоренность о начале сотрудничества и развитии двухсторонних связей между военными ведомствами двух стран. Видимо, Япония реально нацелилась на возрождение своей армии. К этому стоит добавить, что на этой встрече договорились о скором визите уже в этом году Владимира Путина в Японию. А уже в феврале состоится встреча министров иностранных дел двух государств, видимо, предваряющая поездку Путина в Токио. Кроме того, стороны договорились о необходимости приложить максимум усилий для роста товарооборота между странами, так чтобы текущие 20 миллиардов долларов превратились в ближайшее время в 30 миллиардов. Цитирую президента Путина. На экономическом треке сотрудничество России и Японии движется позитивно. Есть достижения, однако качественного сдвига пока не произошло. Потенциал кооперации задействовал не полностью. Можно было бы поставить цель увеличить товарооборот в полтора раза, до 30 миллиардов как минимум. Но по главной теме встречи мирный договор между странами, которая наверняка обсуждалась на переговорах, не было достигнуто никаких публичных итогов. Но мы знаем, что переговоры по этому вопросу активно ведутся. В качестве отправной точки, как подчеркивают оба лидера, была выбрана московская декларация 1956 года, которая, по словам президента Путина, в первую очередь предусматривает заключение мирного договора между странами. Цитируем статью 9 этой декларации. Союз Советских Социалистических Республик и Япония согласились на продолжение после восстановления нормальных дипломатических отношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Японии в переговорах о заключении мирного договора. При этом Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии, учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабамая и острова Сикатан. С тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией. То есть фактически заключение мирного договора в рамках этой декларации не предполагает передачи японской стороне островов, так как декларация не подразумевает ни автоматической передачи в момент подписания мирного договора между странами, ни даже не устанавливает конкретные сроки такой передачи. То есть советская сторона в 1956 году указала лишь возможность подобной передачи, но не гарантировала ее. Более того, в той же декларации 1956 года есть шестой пункт, который устраняет любую возможность японской стороны требовать у России каких-либо уступок и пересматривать итоги Второй мировой войны. Цитирую. СССР и Япония взаимно отказываются от всех претензий, соответственно, со стороны своего государства, его организацией и граждан к другому государству, его организациям и гражданам, возникшим в результате войны с 9 августа 1945 года. То есть этот пункт является, его одобривая японская сторона, признанием советского, а затем и российского суверенитета над всеми бывшими японскими территориями, приобретенными Советским Союзом по итогам Второй мировой войны. Теперь добавим немного социологии. Так, по данным Левада-центра, более 74% россиян выступают резко против передачи островов Южной Курильской гряды. В самой Японии около 70% населения не верят, что две страны смогут договориться по этому вопросу. Хотя 60% японских респондентов смотрят оптимистичны на развитие российско-японских отношений. То есть даже там, в стране восходящего солнца, не верят в то, что Курильские острова когда-нибудь вновь смогут стать японскими. Более того, как кажется лично мне, подвешенная тема Курил выгодна и японским правым политикам, которые любят использовать ее в своей политической риторике. Зачем говорить о зарплатах, о здравоохранении и проблемах простого человека, когда можно вновь эксплуатировать перед выборами нерешаемую тему Курил. Сюжет подготовил Романов Роман специально для геополитики. Если на Дальнем Востоке американцы предпринимают лишь вялые попытки выдурить японскими руками хоть пару российских островов, чтобы Охотское море перестало быть нашим внутренним морем, то в западном полушарии американцы вредят гораздо более настойчиво. Не получилось в 2016-м, может получиться в 2019-м. Похоже, именно так рассуждают организаторы манифестов Венесуэли. И вот уже горит памятник Угачавесу, однако его последователь Мадуро и не думает сдаваться. 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы. По законам страны он должен пробыть на этом посту до 2025 года. Однако выбор и инаугурация вызвали возмущение США и некоторых стран Европы, а также их верных вассалов Латинской Америки. В знак протеста 14 стран отозвали из Венесуэлы своих послов, погрузив Боливарианскую республику в очередной политический кризис. 21 января Верховный суд Венесуэлы объявил Национальную ассамблею неконституционным органам. Это и стало поводом для начала масштабных уличных протестов, организованных оппозицией. Митинги плавно переходят в вооруженные столкновения с полицией и национальной гвардией. Масло в огонь продолжает подливать Соединенные Штаты. 23 января Майк Пенс записал видеообращение к народу Венесуэлы, в котором поприветствовал всех по-испански и сообщил, что США поддерживают смелое решение председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаида утвердить конституционные полномочия этого органа и объявить Николаса Мадуро узурпатором, а также в очередной раз объявил президента Венесуэлы диктатором без легитимных притязаний на власть. Вот так, легко по старой доброй традиции, американцы объявляют неугодные им итоги выборов незаконными. Мадуро практически сразу заявил о разрыве дипломатических отношений со штатами, подчеркнув, что они нарушают все правила игры. В качестве ответа Хуан Гуаида тут же объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и пообещал провести досрочные выборы, а также продолжать протесты до тех пор, пока Венесуэла не будет освобождена. Политик Делси Родригес, которая работала на посту вице-президента Венесуэлы до 2018 года, написала в своем фейсбуке, что заявление Пенса раскрывает явное намерение США подорвать власть в стране и спровоцировать правые экстремистские силы на переворот. Как видите, годы идут, а американцы так и не написали новых методичек. И все бы ничего, но кандидатуру Гуаида официально признал Дональд Трамп, а затем, как по команде, и организации американских государств, в которые помимо Венесуэлы и Кубы входят 33 государства континента. Сюда же подтянулись и ЕС. Дональд Туск призвал всю Европу объединиться в поддержку демократии Венесуэлы, а Федерико Маггерини заявил, что ЕС призывает к немедленному началу политического процесса, а именно к свободным выборам. Представители России много раз подчеркивали легитимность Мадуро. Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что на примере венесуэльских событий можно увидеть, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств в ручном режиме, меняя там власть. На Кубе и в Мексике, а также в Турции выступили за Мадуро. Китай поддержал правительство страны в усилиях по урегулированию. Однако будет ли этого достаточно, чтобы не допустить государственного переворота в Венесуэле, пока непонятно. Армия поддержала действующего президента, однако Госдеп все равно отказался выводить дипломатов из страны, потому что планирует сохранить отношения через Хуана Гуаида. Пока американцы обещают просто ужесточить санкции, тем не менее никто не мешает США помочь демократии авиаударами, как они привыкли уже это делать. Усложняет ситуацию и то, что в соседней Бразилии у власти находится открытый противник Мадуро. Так что похоже, что борьба за самую богатую нефтью территорию Южной Америки перешла в активную стадию. Жаднейший потребитель черного золота на планете не оставит этот лакомый кусочек просто так. А это значит, что политический кризис в Венесуэле будет продолжаться. Тем временем, похоже, во взаимоотношениях России со всемирным антидопинговым агентством ВАДА, похоже, утихло эхо, звучавшее с момента начала скандала, раздутого вокруг наших спортсменов. Напомню, автор так называемого доклада о якобы существовавшей в России государственной системе допинга Ричард Макларен не смог подтвердить написанное в этом докладе, когда шли суды в спортивном арбитражном суде в Лозанне. В итоге все наши спортсмены, подавшие апелляции на решение Международного олимпийского комитета о пожизненной дисквалификации, получили положительные решения. Суд принял во внимание, что обвинения против них базировались на словах одного единственного человека, психически больного экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Роченкова, сбежавшего в США от уголовного преследования за торговлю наркотическими препаратами. И вот ВАДА сохранила статус российского антидопингового агентства РУСАДА, который был с трудом восстановлен после кампании, развязанной Маклареном и спортивными функционерами Международного олимпийского комитета. 22 января исполком ВАДА принял решение сохранить статус соответствия РУСАДА к кодексу организации. Решение было принято на основании рекомендации комитета ВАДА по соответствию. Не помешало даже то, что РУСАДА должно было предоставить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, но просрочила и допустила инспекцию ВАДА лишь в январе. Российское антидопинговое агентство является хорошей и эффективной антидопинговой организацией. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Негли, слова которого приводит Франс Пресс. «Это многообещающий момент, потому что хорошая антидопинговая система в России — это то, что нужно всем. Это ключ к будущему», — добавил он. Особенно хорошо это звучит на фоне заявлений русофоба Макларена, сделанных им в конце минувшей недели. Канадский юрист Ричард Макларен, который написал два доклада о государственной системе допинга в российском спорте, считает, что после проверки экспертами ВАДА данных Московской лаборатории будет выявлено около 300-600 новых случаев нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами. Его слова приводит 19 января немецкий телеканал АРД. В качестве алаверды за очередную порцию антироссийской лжи Макларен на завершающейся неделе получил судебный иск. Бывший президент Федерации грибного спорта России Вениамин Будзеев Юрия новостям, что он и несколько российских спортсменов подали иск о защите чести и достоинства главе независимой комиссии международного антидопингового агентства Ричарду Макларену. И вручение иска было зафиксировано. Летом прошлого года мы заявили, что подаем иск против Ричарда Макларена. На протяжении полугода пытались зафиксировать вручение иска. Теперь это удалось сделать. Макларен пока никак не отреагировал на это. Думаю, он оценивает ситуацию, разбирается. А я и несколько спортсменов, чьи имена пока назвать не могу, подали иск на сумму около 6 миллионов канадских долларов. Около 300 миллионов рублей. Верховный суд «Онтарио» сказал Будд по телефону. Трудно, конечно, судиться против русофоба в насквозь русофобской Канаде, но сам прецедент очень интересный. Если Макларена до конца его никчемной жизни станут таскать по судам, то это будет в высшей степени справедливо. Пусть отвечает за предвзятость и ложь в адрес нашей страны и наших спортсменов, из-за которых многие атлеты пропустили Олимпийский игрок. Еще одна предвзятость в отношении России заключается в том, что экономисты либерального толка толдычат о трудном положении, в котором пребывает наша страна. Между тем, взгляд на свежие данные о состоянии отечественного внешнего долга разбивает эту предвзятость в пух и прах. Внешний долг России на 1 января 2019 года составил 453 миллиарда 700 миллионов долларов. Это более чем на 12% ниже, чем в прошлом году. Сокращение произошло во всех институциональных секторах. По данным Центрального банка России, максимальная сумма внешнего долга России была зафиксирована в 2014 году. Она составила 733 миллиарда долларов. Еще стоит отметить, что из упомянутых 453,7 миллиардов долларов долги правительства и самого Центробанка лишь 56 миллиардов. Остальное – это долги компаний, банков и домохозяйств, более половины которых приходится на частный сектор. То есть занимает у иностранцев частным образом, и в основном для бизнеса, и никак уж не для финансирования государственных расходов. Напомню, что по состоянию на то же начало января госдолг США составил почти 22 триллиона долларов. Всего за год при Трампе, обещающем сделать Америку великой снова, долг вырос на 2 триллиона. Что как бы намекает нам, за счет чего вообще все это величие. Да, правительство США должно много не только внешним кредиторам вроде Китая, но и внутренним, в обличии федеральной и резервной системы, то есть группы частных банков. Но для экономики не имеет никакого значения, кто держит долговые расписки. С одной стороны, разница между долгом-бандитом и Госбанком существенная. Первый – живо отберут у вас квартиру, выкинут на улицу. Госбанк так делать не будет. Но со стороны другой, когда вы даже едите каждый день в долг, то разница не так уж велика. Госбанк, пусть он не выгоняет вас на мороз, новый кредит вам уже не даст. Так и правительство США не может, вопреки либеральным заблуждениям, наращивать долги бесконечно. Особенно в условиях, когда вся деятельность государства в долг. И если бюджет не утвержден, то госучреждения просто закрыты, и госслужащие не получают зарплаты, как это происходит в условиях длящегося в Америке шатдауна. В общем, наши дела в сравнении с 2014 годом хороши, а вот дела США хуже год от года. И тут не прокатывает либеральный аргумент в стиле «А вы видели их валовый внутренний продукт?» Видели? Уже несколько лет по интернету гуляет инфографика компании Avara Group, показывающая соотношение роста госдолгов к ВВП в разных странах мира. Вот оно. Да, там данные лишь до 2013 года, но свежая статистика Центробанка говорит сама за себя. Российский ВВП, это видно, на всех графиках растет не за счет долгов. А вот у так называемых развитых стран рост ВВП происходит синхронно с увеличением долговой нагрузки. Причем нагрузка растет опережающими темпами. То есть их хваленый экономический рост – липа. Вот так и устроена вся западная экономика, которая в прошлом веке спасла от краха лишь ограбление Советского Союза. А теперь дела снова не ахти. Управление Конгресса США по бюджету сообщает, что госдолг на конец 2018 года составляет 78% ВВП, что является самым высоким показателем с 1950 года. Дефицит бюджета вырос с 3,5% в 2017 году до 3,8% ВВП в 2018 году. На что им надеяться? Лишь на то, что снова удастся ограбить нас. Отсюда и бурное раскачивание в инфополе любых потенциально протестных тем. От мифического слива «Курил Японии» до проданной китайцам по самой Байкал-Тайги. Однако народ наш набрался опытов в 90-е годы, которые зовет лихими, и второй раз на сказки про глянцевую жизнь при условиях выполнения американских советов не купится. Слишком много россиян уже успели и побывать, и пожить за границей, чтобы понимать – глянцевой жизни нет нигде. Особенно с учетом того, что капиталистическая модель развития уперлась в пределы роста, диктуемой размером планеты Земля. Нужно придумывать что-то другое, потому что ключевые показатели деятельности вроде того же ВВП уже настолько дуты, что могут лопнуть в любой момент. Кстати, о ключевых показателях деятельности. Российские вице-премьеры, отвечающие за развитие разных сфер жизни страны, попадут под прицел новой системы оценок. Как именно авторы инициативы предлагают оценить эффективность работы заместителей премьер-министра России, расскажет моя коллега Анна Сочина. Весной прошлого года президент России Владимир Путин подписал новый майский указ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, который в народе называют куда проще – нацпроекты. Напомню, определенных показателей нужно достичь по следующим 12 направлениям – здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт и, наконец, магистральная инфраструктура. Среди показателей, которых нужно достичь – снижение смертности до определенной цифры, повышение доходов населения, ремонт дорог, ликвидация несанкционированных свалок и т.д. Сами по себе цели отличные, но давайте вспомним, что там с майскими указами от 2012 года, где правительству также были указаны приоритетные задачи, только 11, а не 12, как сейчас. Общероссийский народный фронт, который следил за их выполнением и в течение 6 лет это самое выполнение довольно жестко критиковал, в мае прошлого года заявил, что указы исполнены на 78%. Напомню, что до выполнения всех 100% у правительства есть еще чуть больше года. Разбирать, выполнены они реально или лишь формально, можно часами, так как поручений было дано аж 218 штук, но некоторые выводы все же можно сделать. Например, согласно указам, реальная зарплата в период с 2012 по 2018 год должна была вырасти в полтора раза. Однако, несмотря на то, что номинальная средняя ЗП в этот период выросла даже больше, чем на 50%, на 58%, то вот с реальной зарплатой, то есть с учетом инфляции, дела обстоят иначе. В период, например, с 2013 по 2017 год реальные доходы населения снизились на 11%, и к текущему году мало что изменилось. То же самое с простотой ведения бизнеса в стране. В рейтинге Всемирного банка Doing Business мы к 2018 года поднялись на 31 место, а должны были на 20. Однако я все же отмечу, что в 2012 году мы были вообще на 120 месте, так что рост очень и очень серьезный. Есть поручения, которые при этом реально были исполнены, например, в области расселения ветхого жилья или создания рабочих мест для людей с инвалидностью, модернизации армии или серьезного снижения смертности от туберкулеза. В общем, анализировать можно долго. Есть вопросы и к самим указам, и к тому, как чиновники подгоняли статистику под нужные цифры, и к тому, как специально меняли методики расчета, и к тому, как шли на хитрости вроде переименования должностей бюджетников. Проблема вся в том, что никакой персональной ответственности чиновники за неисполнение майских указов все это время, по сути, не несли. А когда личной ответственности нет, то у ведомств появляется возможность просто перекладывать вину друг на друга, как они это делали с предыдущими указами. Но на этой неделе стало известно, что Путин поручил Медведеву утвердить ключевые параметры национальных проектов, в том числе определить параметры эффективности ответственных чиновников. В результате, как рассказал коммерсант, Минэкономразвитие разработало KPI для семи вице-премьеров, курирующих исполнение новых указов. При их разработке было решено пойти самым простым путем – взять индикаторы для оценки деятельности вице-премьеров из числа целевых показателей доверенных им нацпроектов. Иными словами, было создано не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий, как поручено правительству в указах – хорошо. Улучшили жилищные условия менее чем 5 миллионам семей ежегодно – плохо. Процитирую коммерсант. Например, для первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова KPI – это темпы роста ВВП, объем несырьевого экспорта, численность занятых в сегменте малого и среднего бизнеса, производительность труда в базовых несырьевых отраслях. Всего оценивать будут семерых вице-премьеров – уже названного Антона Силуанова, Максима Акимова, Татьяну Голикову, Ольгу Голодец, Алексея Гордеева, Дмитрия Козыка и Виталия Мутко. Каждый из них ответственен за какое-либо направление. Например, Голодец будет отвечать за интерес граждан к спорту и культурным мероприятиям, Голикова за рост доходов граждан и уровень бедности, Козак за инвестиции в промышленность, Гордеев за экспорт сельхозпродукции и т.д. и т.п. Но самое важное – это то, чтобы подтвердить или же опровергнуть результаты, о которых доложат вице-премьеры, должны будут сами граждане с помощью соцопросов. Коммерсант привел примеры реальных вопросов, которые зададут гражданам. За последний год открыть и вести свое дело, бизнес, стало сложнее или легче? Или так же, как и раньше? Спросят россиян, чтобы оценить деятельность Силуанова. Или материальное положение вашей семьи улучшилось, ухудшилось или не изменилось? Так оценят деятельность Голиковой и т.д. Понятно, что систему KPI идеальной не назовешь, потому что подвести цифры под нужную статистику по-прежнему не так сложно, пусть и не во всех областях. Да и в соцопросах люди далеко не всегда отвечают правду. В конце концов, к некоторым из самих указов тоже остаются вопросы, потому что какие-то из них можно выполнить только путем ущемления других областей. Но все же, когда знаешь, что за исполнение указов теперь есть какая-то персонализированная ответственность, и главное, что спросят мнение самих россиян, а не просто сверят показатели по бумажкам, то в душе, скажем так, поселяется какая-то надежда. Теперь главное, чтобы чиновники не бросили все свои силы на то, чтобы подогнать цифры под необходимые показатели и тем самым доказать свою эффективность. Репортаж подготовила Анна Сочина специально для программы «Геополитика». Оценка деятельности российского правительства напрямую связана с другой темой. Вновь всплывшими на поверхность информационной повестки предложениями внести точечные изменения в Конституцию России. Об этом активно говорили в конце минувшего года, и в конце концов в СМИ был вынужден высказаться глава Конституционного суда России Валерий Зорькин. Вот что он сказал в начале октября. Разумеется, у нашей Конституции есть недостатки, в их числе отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов. Крен в пользу исполнительной ветви власти. Недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. Но признав наличие этих недостатков, Зорькин подчеркнул, что исправлять их надо точечно и аккуратно, а не рубя всю Конституцию с плеча. После этого выступления тема постепенно стала затухать. Тем более, что дело шло к новогодним каникулам, и настроение у народа было уже предпраздничное. Теперь же, когда праздники миновали, появился повод вспомнить еще один фрагмент из выступления Зорькина. Вот он. Судя по характеру многочисленных жабов в Конституционный суд, в настоящее время главным источником напряженностей в российском обществе является нерешенность социально-экономических проблем, в том числе недостаточная защита социальных прав граждан. Социологические исследования подтверждают, что ожидания и даже требования социальной справедливости выходят у населения на первые планы, и что несправедливости в разных сферах жизни воспринимаются людьми крайне болезненно. А вспомнить сказанное главой Конституционного суда уместно, потому что неожиданно о том же самом заговорило третье лицо в государстве, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вот его ответ на вопрос журналистов. В законодательстве было бы правильно более полно раскрыть определение социальное государство. Напомню, это определение содержится именно в Конституции в статье 7. Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Причем Володин сразу же подчеркнул, как и Зорькин, что анализ возможностей актуализации конституционных норм не должен затрагивать, ставить под сомнение основополагающие положения Конституции. То есть фактически повторил тезис, возможности лишь точечного изменения важных норм основного закона. Что означают все эти движения представители власти? На этот счет есть несколько мнений. Одно мнение гласит, что власть ясно видит запрос общества на социальную справедливость и реагирует на этот запрос, начиная с правовых основ, главной из которых выступает Конституция. Другое мнение заключается в том, что да, власть видит чаяние людей. Но рост этих чаяний она вызвала сама, пойдя на повышение пенсионного возраста и рост налогов. А теперь лишь пытается купировать последствия, выбрав в качестве застрельщика спикера Госдумы. Третье мнение такое. Боясь социального взрыва, который могут вызвать непопулярные меры, власть готова дать обществу механизм воздействия на правительство через депутатов. Вот что сказал о необходимости усилить парламентский контроль за исполнительной властью тот же Вячеслав Володин. В минувшем году правительство представляло ежегодный отчет Государственной Думе уже в десятый раз. За это время наработана достаточная практика работы этой конституционной нормы, чтобы оценить ее эффективность и возможность дальнейшего развития механизмов парламентского контроля. Речь может идти о том, чтобы содержание итоги отчета правительства перед парламентом. Оценка этого отчета Государственной Думой имели для исполнительной власти более обязывающий характер и конкретные последствия. Сейчас отчеты правительства не грозят министрам вылетом из высоких кресел, потому что решение о смене министров принимает лишь президент. Однако, глядя на деятельность правительства, многие наши сограждане хотели бы иметь возможность на нее повлиять. Как это сделать? Через избранных народом депутатов. Чтобы избиратели могли сказать им, цены на бензин растут, кто у нас отвечает за тег? Гоните его в шее, он профнепригоден. А не погоните, мы на следующих выборах за вас не проголосуем. Косвенно в пользу этой версии свидетельствуют последствия, которые наступили для нескольких региональных чиновников после разразившихся недавно громких скандалов вокруг их высказываний и действий. Однако до правительства народный гнев пока что не достает. В первую очередь, потому что действия министров устраивают президента. И тут следует понимать, что мы рассуждаем со своей рядовой колокольней, а глава государства со своей. Внешний долг снижается, золотовалютные резервы растут, крупные проекты запускаются. Значит, правительство не так уж плохо. А наша позиция заключается в том, что справляется правительство с экономическими сложностями за наш счет. Потому что рядовые россияне затягивают пояса. Как совместить две названные позиции? Наверное, это один из важнейших вопросов наступившего года. Собственно, в пользу верности тезиса о важности упомянутого мной вопроса свидетельствует новая скандальная инициатива. На завершающейся неделе стало известно о том, что правительство обсуждает возможность отмена льготных тарифов на электроэнергию для владельцев электрических плит и жителей сельской местности, а также о введении нормы социального потребления электроэнергии. Волна негатива поднялась высотой со Спасскую башню Кремля. Сбурлила и не опала даже после того, как в СМИ появилась информация о заморозке и рассмотрении названной инициативы. По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложения обведения дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов. То есть правительство нажало на тормоза. Причем самое интересное, что против отмены льгот выступил глава Минстроя Владимир Якушев. То есть единства мнений насчет того, что делать с тарифами, не было и в самом правительстве. Зато есть единство в обществе. И выражается оно в нежелании менять существующую систему оплаты за электричество. А теперь самое интересное. Оказывается, по мнению экспертов, отмена льгот и введение социальной нормы потребления пошло бы на пользу экономике. Такое мнение высказал, например, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, к которому мои коллеги обратились за комментариями. Пикин считает, что если говорить о населении, то отмена льгот ударит лишь по владельцам больших отапливаемых электричеством загородных домов, которые могут позволить себе оплачивать такую роскошь. А если человек не олигарх, то он может обратиться за субсидиями. Данная инициатива как раз позволит это. То есть пенсионеры не будут платить за электроэнергию столько же, сколько люди с достатком выше среднего. Для промышленности же эксперт считает отмену льгот плюсом, так как сейчас она висит у нее на шее, как отдельный налог. То есть мы снова видим ситуацию, когда правительство считает, что какие-то действия могут пойти на пользу экономике в целом, но рядовые граждане против. У правительства есть власть, но народ в большинстве. Механизм, который бы понуждал министров учитывать интересы граждан и в то же время объяснял рядовым россиянам стратегическую выгоду от принятия каких-то решений, еще предстоит разработать и воплотить в жизнь. Аукнувшаяся в Москве тема энергетики откликнулась и в Севастополе. Зак Собрания города на завершающейся неделе отклонило внесенный правительством законопроект об энергоэффективности и энергосбережения. Документ раскритиковал депутат Алексей Чалый. Он назвал законопроект состоящим из лозунгов и не содержащим конкретики. Также Чалый напомнил, что схожий документ в Севастополе уже принимали, но потом сами же отменили, поскольку он тоже ни на что не влиял и был набором пустых деклараций. Это мертворожденный законопроект. То есть, ну хорошо, хорошие слова написаны. Мы такой законопроект принимали года два с половиной назад, назывался он об основах экономической политики. Нам было написано, хорошо бы, чтобы все было хорошо, хорошо бы, чтобы экономика развивалась там, ну и так далее. Я думаю, что предложение про прогрессивный тариф на электроэнергию, может быть, с фиксацией или даже со снижением базовой ставки, вот это будет работать. Тогда действительно крупные домохозяйства начнут думать над тем, что же такое сделать и как же исхитриться так, чтобы не платить за экстра киловатты. Различие ночных тарифов сильное и дневных, и пиковых, это будет работать. Люди начнут реально задумываться над тем, как перенести нагрузку на ночь. Введение повышенного тарифа за компенсацию потерь электроэнергии заставит сетевую компанию этим заниматься. В итоге документ отклонили. Кстати, глава департамента городского хозяйства правительства Севастополя Михаил Тарасов, который собирался представлять законопроект депутатам, на заседание не явился. Видимо, именно потому, что чиновник отдавал себе отчет мертворожденности документа. Впрочем, судя по свежим событиям в Севастополе, правительство Овсянниково сейчас не до предложенных им же законопроектов. В минувшую пятницу вице-губернатор Илья Пономарев, тот самый, который пугал Алексея Чалова четвертованием, был вызван на допрос в Следственный комитет. Не знаю, в каком статусе чиновник предстал перед следователем, но интересно было бы увидеть в этот момент лицо самоуверенного Пономарева. Думаю, вице-губернатор имел несколько бледный вид. А уже во вторник, 22 января, прогремела в СМИ пресс-конференция начальника главного контрольного управления севастопольского правительства Сергея Елизарова. По его словам, чиновники не только делали порт убыточным, сдавая инфраструктуру в аренду за наличные, но и необоснованно списали имущество предприятия на сумму более 26 миллионов рублей. В том числе два нефтеналивных танкера, Восточный и Южный. Необоснованное списание. В акте также это будет отражено. Елизаров рассказал, что чиновники годами игнорировали поручения российского правительства. С 2014 года не выполнено поручение правительства Российской Федерации о совместном использовании инфраструктуры порта для решения задач военно-технического сотрудничества, а также для поставок продукции двойного и гражданского назначения. При этом, на слайдах показано, на таких причалах, как 160, 186 и 200, осуществляют хозяйственную деятельность коммерческие предприятия без правовых оснований. Доход не поступает на счета порта. На причалах осуществляют стоянку и штортовку плавучие средства, доходы от которых также длительное время ГУП Севастопольский морской порт не получают. На вопрос журналистов о том, знал ли лично Дмитрий Овсяников о происходящем с Севморпортом, Елизаров отвечать не стал, переадресовав этот вопрос самому губернатору. Но зато начальник главного контрольного управления рассказал о реакции Овсяникова на ту самую проверку, которая выявила нарушение. Реакция губернатора была практически сразу после начала проверки. Проверка началась в конце ноября прошлого года. И губернатор потребовал у меня вывести группу контрольную и прекратить проверку. Но проверка была продолжена. В результате с конца ноября на меня началось очень активное давление. Сначала лично губернатор потребовал, чтобы я написал заявление об увольнении по собственному желанию без объяснения причин. А в течение декабря заместитель губернатора Татарчук трижды вызывал меня к себе и требовал также, чтобы я написал заявление об увольнении. Более того, 19 декабря мой адрес от заместителя губернатора Татарчука поступили угрозы. «Уходите добровольно, иначе с вами случится беда. Не связывайтесь со мной». Конечно, я воспринимаю угрозы в свой адрес реальным. Но это не все давление, которое на меня оказывалось и оказывается. 21 декабря прошлого года мне был объявлен выговор, я считаю, незаконный. Вчера мои адвокаты подали иск в Хамовнический суд Москвы о признании данного распоряжения губернатора, о вынесении мне, как я считаю, незаконного выговора, недействительным. Вчера иск уже подан. Также сегодня я направляю две жалобы. Одну в Трудовую инспекцию города Севастополя с требованием разобраться в данной ситуации, а также в прокуратуру города Севастополя. «Хочу проинформировать вас, что посчитал необходимым в первый же рабочий день Нового года, 14 января, встретиться и проинформировать прокурору города Севастополя, Марка Александровича, о сложившейся ситуации, как с проверкой порта, так и о оказываемом на меня давлении и угрозах». Еще древние римляне учили, что для раскрытия преступлений надо задавать вопрос, кому выгодно. Елизаров в своем выступлении четко на этот вопрос ответил. Скажите, не зная овсяников о том, что делают его подчиненные Севмурпортом, стал бы он требовать прекращения проверки? Ну, конечно же, нет. Нормальный губернатор был бы только за такую проверку. По той простой причине, что для нормального губернатора она стала бы лишним козырем перед Москвой. Смотрите, меня проверили, все чисто вот так. Так выглядел бы этот козырь. И это сильная карта, ее можно использовать для дальнейшей политической карьеры. Но если губернатор ворюга, то, конечно, он будет против такой проверки. А когда настырный Елизаров откажется писать заявление об уходе по собственному желанию, то что будет делать главарь организованной преступной группы? Натравить на ершистого чиновника других членов ОПГ рангом поменьше. Самому ведь грозить не с руки. Это значит фактически признать, что за доведением Севмурпорта до банкротства стоишь именно ты. Именно ты приказал оценить гидросооружение порта и судно Дунайское 603 по 1 рублю. А плавучий док ПД-51, ремонтную плавмастерскую, 20 причалов и другое имущество вообще по 1 копейке. Именно ты ответственен за то, что с 2015 года не выполняется договор об аренде причала номер 230. И владельцы стоящего там судна не заплатили в бюджет за этот период около 5 миллионов рублей. Это с одного причала подчеркну. Так стоит ли удивляться, что кредиторская задолженность Севмурпорта за 9 месяцев 2018 года переболела за отметку в 72 миллиона рублей, подскочив с конца 2017 года на 200%. Выяснивший все это Елизаров твердо намерен довести проверку до конца. Сейчас я нахожусь на больничном. Но на следующей неделе планирую вернуться к исполнению своих обязанностей. И, конечно же, проконтролировать качественное завершение работы по данной проверке. И подписание акта, как это положено по положению. Соответствующим образом, в установленном порядке, все результаты проверки будут переданы в правоохранительные органы. Это не прецедент какой-то. Как делало Калов главное контрольное управление весь прошлый год по всем проверкам, в которых, как мы считали, есть нарушения. Финансовые нарушения 44-го федерального закона. Это управление ФСБ, прокуратура, Следственный комитет, управление МВД. Конечно, подчиненные Елизарова такие же принципиальные, как и он. Иначе они просто не смогли бы сработаться. Но не будь у них такого начальника, который вместо отставки пошел на пресс-конференцию, разве их голоса услышали бы в условиях, когда замешан сам губернатор? Сомнительно. Поэтому я и подчеркиваю, что один принципиальный чиновник на важном посту может стать той соломинкой, которая переломит хребет коррупционному верблюду. Иголкой, которую в мешке не утаишь. Севастопольский морской порт не единственный объект, который чиновники из правительства Овсянникова пытались украсть и поделить. Что еще у Тейком пытались переложить из государственного кармана в свой собственный подчиненный севастопольского губернатора, знает мой коллега Алексей Процко. 22 января 2018 года в стенах ЗАГС собрания города Севастополя прошла пресс-конференция начальника контрольного управления правительства Севастополя Сергея Елизарова. Пресс-конференция возымела эффект разорвавшейся бомбы. Ведь в ней чиновник рассказал о фактической угрозе своей безопасности, прозвучавшей от заместителя губернатора Севастополя Владимира Татарчука. Этот факт достаточно сильно оттянул на себя информационное внимание. При этом были озвучены шокирующие цифры, по которым получалось, что правительство города Севастополя пыталось приватизировать более 1200 объектов Севастопольского морского порта за 10 рублей. То есть некоторые объекты стоили 0 рублей 0 копеек, а некоторые дотягивали до целого рубля. Но вся пресс-конференция, в общем-то, была посвящена лишь Севастопольскому торговому порту. И именно к этому было приковано внимание общественности. Хотя еще в ноябре 2018 года Севастопольский телеканал НТС рассказал о других объектах, которые также планировались к продаже по такой бросовой цене. Но тогда это был лишь репортаж без бомбовой пресс-конференции, поэтому он слегка затерялся в информационном потоке. Нежилое здание улица Вокзальная 11А площадью 861,5 квадратных метра тоже стоит 0 рублей 0 копеек. Знаете, что это за здание? Это все севастопольцы знают. Это автовокзал. Кто-то поверит, что он стоит 0 рублей 0 копеек. Теперь же стоит вернуться к цифрам, и с этой целью я раздобыл заключение контрольно-счетной палаты города Севастополя на проект закона города Севастополя об утверждении прогнозного плана приватизации государственного имущества города Севастополя на 2019-2021 годы. Тут необходимо сказать о самом проекте приватизации, который лоббирует правительство Севастополя и раз за разом вносит его на рассмотрение ЗАГС Собрания. Таких попыток со стороны правительства было уже пять. Каждый раз, когда депутатов указывали на недочеты и некоторые непонятные цифры, сам проект переделывался и вносился вновь практически без изменений. И так каждый раз. Депутаты отметили, что этот проект приватизации несет риски отчуждения государственного имущества города по стоимости ниже рыночной. Более того, из документа, который удалось раздобыть, стало известно, что не только объекты Севастопольского порта стоят 0 рублей. Контрольно-счетная палата обнаружила значительные недочеты в порядке ведения бухгалтерского учета на предприятиях, которые правительство запланировало к продаже. В документе обнаружены интересные особенности ведения чиновниками бухгалтерской отчетности. Множество объектов в имущественной казне города оценено в 0 рублей 0 копеек. Например, имущество госпредприятия пансионата Севастополя, база отдыха «Солнышко» числится по нулевой остаточной стоимости. От 0 до 1 рубля колеблется стоимость нескольких объектов недвижимости «ГУП» и единый информационно-расчетный центр. Пока еще государственному предприятию «Севастопольский морской порт» принадлежит причал номер 153 в Ортбухте вместе со ступеньками к воде. Он также числится на балансе за 0 рублей. Рыночному «ГУПу» принадлежит имущественный комплекс «Стадиона Чайка» из 28 объектов площадью почти 2500 квадратных метров. Его цена, конечно, повыше – целых 28 рублей, то есть по рублю за объект. Напоминаю, что вверенная чиновникам сфера, а именно распоряжение городским имуществом и контроль за исполнением федеральных целевых программ, вызывает резкую критику парламента. В приложении номер один к заключению контрольно-счетной палаты нашлось подтверждение словам Сергея Елизарова «Абсолютно все объекты, принадлежащие государственному предприятию «Севастопольский морской порт», числятся по цене 0 рублей». То есть подтверждение словам Елизарова на пресс-конференции стопроцентное. Но оказывается, аппетиты чиновников правительства Севастополя гораздо обширнее. Например, гостиница «Приморская» на улице «Партизанская» площадью 1810 квадратных метров также стоят 0 рублей 0 копеек. В документе также присутствует целая россыпь нежилых зданий на проспекте «Октябрьской революции», на улице Михайловской, на площади Захарова, торговые павильоны, мясные павильоны, молочные павильоны. Причем совершенно неважно, какая площадь – 820 квадратных метров или 63 квадратных метра – все это стоит либо 0 рублей, либо 1 рубль. Все помещения цокольных этажей, которые бюрократы называют «встроенные нежилые помещения» на улице Ульянова, на улице Пролетарской, Горпищенко, Крылова, Тараса Шевченко, Октябрьской революции и даже в самом центре города, в сердце Севастополя, на улице Большая Морская – все это стоит 0 рублей 0 копеек. Чего тут говорить? Правительство Севастополя решило оценить целый автовокзал как ничего не стоящий. Жемчужиной в этом списке является база отдыха «Солнышко» в поселке городского типа Кача на улице Ударная, площадью 952 квадратных метра. Также цена – 0 рублей 0 копеек. Стоит понимать, что такая бросовая оценка имущества города – это, конечно же, не чья-то глупость, а чей-то расчет. Чей это расчет уже понятно всем, и тут мы подходим к самому интересному. Все пять раз, когда правительство вносило в ЗАГС Собрание на голосование проект закона о приватизации, депутатам удавалось проголосовать против, так как на сегодняшний день в парламенте существует большинство в виде 13 депутатов из 24. А оставшиеся 11 депутатов ЗАГС Собрания все пять раз голосовали за принятие этого антинародного антисевастопольского закона. Так что же это за люди? Вот все 24 депутата ЗАГС Севастополя. И все, кто ниже красной черты, де-факто идут против интересов города. Не для того их избирали севастопольцы в парламент, чтобы они играли на стороне воровитых и ушлых чиновников. И пока в Севастопольском парламенте есть адекватное большинство, неадекватный закон принят не будет. Алексей Процко специально для программы «Геополитика» с Русланом Осташко. Пока севастопольские чиновники ходят по тонкому льду ради наживы, сенаторы от Крыма Ольга Коветиди и Сергей Цеков выдвинули инициативу насчет географии. Они предложили штрафовать тех, кто печатает карты, на которых Севастополь и Крым не указаны как составные части России. Вот слова Сергея Цекова. Планируем ввести ответственность за неверное указание территориальной принадлежности Крыма. Ранее мы уже направляли подобный законопроект в Совет Федерации, но потом решили его вернуть и доработать. В грохоте информационного водопада такие события быстро забываются. Но я напомню, что в 2016 году американская компания «Кока-Кола» использовала в рекламе скандальную географическую карту. На ней частью России не был обозначен не только Крым, но и Калининградская область, а также Курильские острова. Тогда крымские сенаторы поддали на компанию в суд и направили в Госдуму первую версию своего законопроекта. В итоге американцы принесли публичные извинения, а карту исправили. Почему первую версию законопроекта отозвали, пояснила Ольга Коветиди. Первоначальная идея была рождена сенаторами от Крыма, но когда мы углубились в изучение вопроса, поняли, что тема требует более глубокой проработки. Например, в настоящее время законом не закреплено правовое понятие, в соответствии с которым любые изображения Российской Федерации и ее границы территории, размещаемые в частности на товарах народного потребления, являются картой. Параллельно с крымскими сенаторами этим вопросом озаботился и Росреестр, который бдит за отображением границы страны на картах, планах и в атласах, официально изданных в графической, фотографической и других формах, включая электронную. Министерством экономического развития также подготовлен законопроект о внесении изменений в КОАП, содержащий в том числе меры административной ответственности за нарушения при отображении госграницы и территории России, уточнили в Росреестре. Штраф за такие нарушения вряд ли будет космическим, как в том же Китае. В КНР тот, кто рискнет указать Тайвань в качестве отдельного государства, платит за эту выходку 200 тысяч юаней, то есть более 2 миллионов рублей. Впрочем, бывает и хуже. В Индии за неправильную карту можно за решетку загреметь на срок до 7 лет. Так что у нас, как обычно, сделают все намного гуманнее. Кстати, вопрос о картах поднял также спикер Госдумы Вячеслав Володин, предложивший пригласить для дачи пояснений представителя американской корпорации Google. В общем, раз внимание на географический вопрос обращают многие, то ответственность за отображение Севастополя и Крыма вне состава России наверняка ведут. Таков финальный аккорд в сегодняшней программе. Надеюсь, она вам понравилась, и вы будете ждать моего следующего появления в эфире в таком же формате ровно через одну неделю. С вами был Руслан Асташко и итоговая еженедельная программа «Геополитика». Смотрите независимое телевидение Севастополя. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова